Каким бы совершенным ни было производство, всё решают кадры. Для решения этого вопроса в Твери стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. За звание лучших молодых сварщиков, поваров, администраторов и представителей других профессий будут бороться студенты среднеспециальных учебных заведений. Торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского чемпионата молодых специалистов стартовала в лектории парка «Россия. Моя история». Организаторы конкурса профессионального мастерства дали начало первому состязанию. Основная цель и задача этого мероприятия – подготовка квалифицированных специалистов для нужд экономики Тверской области. Принимают участие более 130 участников – это студенты колледжей и школьники. По более чем 30 компетенциям, которые являются востребованными на рынке труда. Среди компетенций, представленных на конкурсе – технологии моды, медицинский уход, реклама, сварочные технологии, облицовка плиткой, организация экскурсионных услуг и ряд других. Площадками для проведения регионального этапа соревнований стали среднеспециальные учебные заведения. «На площадках Тверского технологического колледжа, как колледжа подвязанного министерства строительства, функционируют три площадки. Это кирпичная окладка, смертное дело – это новая компетенция в этом году, и графический дизайн. Вместе с тем наши студенты всего участвуют в 9 компетенциях, и это 13 студентов нашего колледжа». Еще одна из таких конкурсных площадок работает в Политехническом колледже Твери, где есть все необходимое оборудование для выполнения разных видов сварочных работ. Здесь демонстрируют свое профессиональное мастерство участники в компетенции сварочной технологии. «Соревнуются ребята из пяти колледжей. Это Тверские колледжи, Тверской политехнический колледж имени Кайкова, и студенты из области. У нас на самом деле очень важная для Тверской области и вообще промышленности региона площадка, потому что специалисты по сварочным технологиям, сварщики – это одна из самых востребованных специальностей». Конкурсное задание – за 18 часов собрать заданную конструкцию из металла. Участникам предстоит три дня кропотливого труда, ведь нужно проделать в буквальном смысле ювелирную работу. «Они изготавливают у нас 15 образцов. Одни образцы – просто контрольные образцы, состоящие из двух деталей. И три конструкции у нас из множества деталей свариваются ручной и дуговой сваркой, полуавтоматической сваркой и аргон-дуговой сваркой. Оценивается владение инструментами, оборудованием, чтение чертежей и знание работы с разными металлами». Оценивать работу будут три независимых эксперта, а лучшие участники представят регион уже на всероссийских соревнованиях. Но кроме того, чемпионат – не только возможность показать свое мастерство, но и шанс найти достойное место работы. Кстати, рабочие профессии сейчас набирают популярность у молодежи. Как отметил глава региона Игорь Рудене в Верхневолжье, много внимания уделяется тому, чтобы в сферу ЖКХ легкой промышленности строительства пришли тверские специалисты. «Очень важно восстановить у нашей молодежи любовь к таким профессиям. Сегодня мы видим повышенный спрос на поступление в учреждения среднего профессионального образования, то есть в колледжи. В этом есть два важных момента. Это возможность получить образование до армии и возможность поступить в ВУЗ на льготных условиях. Но надо сказать, что тверские колледжи выпускают специалистов с такими профессиями, которые уже востребованы на рынке». Конкурсы профессионального мастерства ищут возможность выявить талантливых молодых людей. Призеры чемпионата «Профессионалы» получат возможность пройти стажировки и трудоустроиться на предприятиях, партнерах мероприятия. Победители регионального этапа, который пройдет с 4 по 7 апреля, уже в ноябре этого года поедут отстаивать честь региона на Всероссийском чемпионате. Он состоится в ноябре этого года в Санкт-Петербурге. Продолжение следует...